Музея Продолжаем гулять по Лос-Анджелесу, вступаем в парк музеев. Здесь художественный музей, музей палеонтологии. Здесь же недалеко находится Смоляное озеро, где тонули мамонты. Их тут находят. И на месте их нахождения, там где их находят, создали музей их скелетов. Мы в него сейчас пойдем посмотрим на скелеты мамонтов. Продолжаются наши прогулки по Америке, наши спортивные. Я не боюсь этого слова, потому что мы очень уже много прошли. Каждый день ногами очень по многу ходим. Наше спортивное большое американское путешествие. У меня за спиной бутылочное дерево и солнце. Идем в музей палеонтологии смотреть скелеты мамонтов. Потому что здесь подо мной огромное Смоляное озеро древнее, где тонули мастодонты. Сейчас их находят и восстанавливают их скелеты. И сделаем музей. Музей скелетов мамонтов. Хотя, наверное, вам это не интересно, может? Мы все равно сходим. Мы же в Америке. Надо посмотреть, как поставлено музейное дело в американских штабах. Американский гром камень. Помните, у нас где памятник Петру Первому стоит? Он же на натуральном граните стоит, который целиком был привезен. Это не менее красивый камень. Ну, пока просто не придумали, кому на нем памятник поставить. Но камень, на всякий случай, запасли. Пригодится для монумента. И вообще так, достаточно эпичненько. Видите, так, раз, во. Мы в городке музеев идем в музей палеонтологический. Ну, на удивительном месте сейчас находимся. Здесь древние асфальтовые озера. Вот эта вся территория была древним озером, гигантским асфальтовым. Ну, я уже про это сейчас пытался начать рассказывать. И в нем тонули гигантские ящеры. Ну, заходили сюда за еду и падали туда, и тонули. И оставались там в целости и сохранности. И вот остались некоторые выходы этого озера. Вот, в частности, кусочек смоленого озера мы сейчас видим. Я в этом только читал. Кстати, и пахнет, на самом деле, асфальтом. Ну, гудрончиком попахивает. И вот таким образом, видите, вот проваливались звери туда и оставались там внутри. Попахи, вот как кабинет с лечебной грязью. Не знаю, если кто-то, когда себя пользовал лечебными грязями. Вот такой тут запах. И здесь же рядом прям построили уже здание, где эти аккуратно вынимают останки, их изучают. Здесь скелеты собирают. Ну, в общем, уникальное место. И нам повезло на нем побывать. Сейчас еще один фрагмент озера увидим. Вот еще один фрагмент озера. А вот здесь уникальное место. Здесь буквально сейчас проходят работы с останками вот этих древних животных. Вот сидят люди, не знаю, волонтеры, ученые. И разбирают эти останки, занимаются с ними. Препарируют, описывают, готовят экспозицию. Здесь описано процесс работ. То есть буквально вот они находятся на участке, где вскрыто. Ну, видимо, достали туда, принесли материалы и обрабатывают их. А в этих контейнерах, видимо, лежат заготовленные образцы. Ну, не знаю, вот по ощущениям, все-таки мы такие любители исторических всяких животных. Ну, это уникальное место. Вот не знаете, это как Маузер Дзержинского из того анекдота. Ну, если, конечно, помните, потом расскажу, напомните мне. Ну, да, здесь это вот на самом деле детали, найденные в разных местах, с которыми еще не работают. Но они законсервированы. Видите, как происходит? Скрывают поверхность, находят интересный фрагмент с какими-то останками. Его помещают в бокс, и бокс нумеруют и ставят вот здесь на хранение. Там всякие птеродактили, птероящеры. А ночами они, возможно, даже как-то урчат. Видите, контейнер даже в неровной форме, потому что, ну, как вынули, там какая-нибудь кость торчит. Ее аккуратно деревом обработали и оставили. Жуть, да? Вот так ночью придешь, что как раз он разрывается, и когтистая лапа. Вот как это примерно выглядит. Поиск. Видимо, раньше работали прямо на месте, разрабатывали эти кости, но потом поняли, что, во-первых, и находок огромное количество, вот, а, во-вторых, возможно, большие потери при таком поиске происходят. Что-то булькает, смотрите, он там булькает что-то. Может, дышит какой-нибудь мастодонт и ждет своего часа, когда его вынут, и он снова увидит белый свет. Я же говорю, тут по ночам происходят какие-то невероятные вещи. Ну, свежий след. Оставшийся вот. Макеты в натуральную величину найденных зверюшек. Глаза-то добрые-добрые. Иду по следу. Здесь сейчас музей. Мы идем в музей, я это уже говорил, то есть там, где уже обработаны скелеты. Ну, вообще, местечки такие. Неоднозначные. Не хотел бы я тут ночью в этих кустах где-то оказаться. Идешь и держишь, друг такой. Говорят, кстати, в эти болоты иногда проваливаются и выныривают где-то у нас в Сибири. Ну, достоверных сведений не сохранилось, но легенды, о которых нам рассказал старый карахалпак, живущих в этих краях, такие существуют. Связь этих болот с нашими сибирскими болотами. Кстати, любителям текилы могу показать агаву. Агава голубая. Вообще, тут много всяких очень-очень интересных растений, необычных. Алоэ. Ну, и, наконец, самое большое. Смоляное озеро. Вот мамонт идет и не знает, куда он идет. Так хочется сказать, остановись, дурашка, куда ты. И видно, что озеро-то продолжает жить. Что-то там дышит, бурлит, булькает. И того, гляди, может что-то случится. Непоправимое. Вообще, такая штука природы, с ней шутить особо не стоит. Достаточно вспомнить сегодня утренние мои показы, да, и вчерашние ливни у океана. Процессы-то идут, они же не останавливаются. Они не подвластны звону злата. У них там свои мысли, свои дела. Ну, вот здесь вот еще раз действующие инсталляции. Вернее, действующий пруд, да, вот он буквально бурлит, кипит. А вон, так сказать, инсталляция гибель мамонта. Жалко, конечно, его. Но с другой стороны, природа делала такое. Так, ну, зайдем теперь в этот, конечно, уникальный музей. Тут обязательно надо зайти и посмотреть его. Ну, вот, собственно говоря, что отсюда достают. Да чудо отсюда достает. Слепок прошлого. Сделаю традиционную монетку с мамонтом. И подарили ей. Она в музей. Мой это сделал, Дима. Ну, я сделал, да. Ну, виноват, но сделал. Вот, пожалуйста, сам мой кость. Вот такое животное было. И вот его самый настоящий скелет. То есть тут уже все без драку, без всякого, извините, гипса. Реальный скелет. Сейчас и кратится в льва. Ого! Это инсталляция. А потом опять кратится в скелет. 3D-воспроизведение. Видите? Оп, опять скелет. Да. В немецком музее что-то подобное видели, но там было более примитиво сделано. Тут внизу вот этот гудрон из-за озера. И можно попробовать потянуть его, достать как-то, постараться достать. Вот ногу или руку там. Ну, кто-то уже не смог вылезти, судя по звуку. Все эти животные найдены здесь. Конечно же, есть и фрагменты здесь, наверное, искусственные. Потому что я совсем сказал, совсем без ничего. Это не так. Но большинство костей реальные. Ну, конечно, все-таки они же были когда-то утрачены. В какой-то период. Вот такие звери здесь ходили. Здесь даже никаких доказательств не надо. Вот они, они. Кого-то ели, кем-то питались. Кто-то ел сам. Ну, в зависимости. Тут, наверное, травоядное какое-то было. Были и посерьезней. С зубами, ножичками. Какая штучка. Да, вот это, скорее всего, питался. Сами понимаете. С тейками. Славик разумный тут тоже бывал. Вот поднятые всякие ручной работы изделий из этой же глины. Люди же тоже сюда попадали. Они же уже рядом с животными были в тот период. Вот использовали эту глину для чего-то. Они топили ее. Делали какие-то из нее изделия. А, вот эти люди. Наши предки здесь ходили и мамонта видели. Какой-то пневматический мамонт. Здесь сдуется. Шатается. На пневматике похоже. А вот герои нашей пьесы мамонт. Тоже здесь найден. Был собран. Вот примерно можно себе представить его размер. Вот колонна, а вот он. Большое животное. Сейчас метро стоит нашли еще одного мамонта. Сюда скоро принесут. Это зубки его, которым я перетирал ветки. Питаться-то надо было. Тон 20 ему в день нужно зелени. Такому красавцу. Зубы тут первое дело. Кондоры. Птички тут тоже какие-то были. Но это уже, наверное, более позднее, когда уже всякие мастодонты обратились в птичек. Здесь тоже найдены. Такая историческая ловушка получилась. Временная. Сохранила животных до нас. Ну, скелеты сохранила, понятно. Но, тем не менее, реальные. Ну, волк. Зубами щелк. Здесь же раз были всякие животные гибли, понятно. И хищники рядом болтались. Все тоже попадались. Все нашлось в местечке. Ягуар. В общем, все крепкие, крупные был. Доисторический ягуар. За что мне западные музеи нравятся? То, что здесь можно посмотреть, как реальная работа проходит. Видите? Законсервированные всякие фрагменты. Происпроизводят системы чулесные для исследований. И вот сейчас буквально работают люди. Мы тут входим. Они работают над расшифровкой за стеклом. Такой онлайн-лабораторий. Это тут реально происходит работа. Лошадка похожа. Да, здесь по богатству коллекции уникальное место. Саблезубый чипер заедает какого-то медвегуся. Здесь находится топливая работа. Кость же не только надо чистить, ее надо идентифицировать, найти ее ответную часть, чтобы создать скелет. И раскопки непосредственно как проходят. Конечно, уникальное место. Много читал, не ожидал, что удаться попасть. В общем-то, я в восторге. Реально в восторге. Хранилище фрагментов. Найденные фрагменты систематизируются здесь. Здесь производятся скелеты потом. Не хотел бы я здесь работать ночным сторожем в этом музее. Здесь 3D-театр, но мы немножечко ограничены во времени. А, слушайте. Это же та самая сказка о лисе и вороне. Достался как-то вороне кусочек сыра. на дерево тихонько забралась. На ту лиду лиса бежала. Ну, а дальше, в общем-то, карла все в вороне горло. Была плутовка такова. Правда, в этой сказке она далеко не убежала. Попала в озеро вместе с вороной и осталась нам на память в музее. Здесь, видимо, временной период. 38 тысяч лет назад люди были, каких сопровождала их жизнь какими животными, кого они как-то видели, с кем как-то общались, приручали, использовали их из костей что-то их строили, охотились. Мамонтов, кстати, всех съели люди. Первая, можно сказать, катастрофа. Поели мамонтов. И вот весь период развития античности уже у нас и наше современное время. Обратите внимание, во временном движении вот наших событий в наше сегодняшнее время всего-навсего в какое-то практически мгновение. До нас тут ой, как много чего было интересного. Фонари города Лос-Анджелеса старые собрали, отремонтировали, здесь поставили. Часть из них была газовая, часть электрическая. Ну, а сейчас теперь они пройдись в инсталляцию такая. Кусок старого города в новом чтении. Здесь же проходят джазовые концерты бесплатные. Здорово! На самом деле очень здорово! Продолжение следует...